Окей. Добрый всем вечер, значит, и у нас как бы продолжение предыдущего урока, который был, когда был. Значит, в прошлый раз мы говорили про нефе-широах, собираюсь в этот раз перейти к понятию нишама. И здесь, так как я поговорил с одним из слушателей урока тем временем, то я хочу заметить, что он прав в одном замечании, что порядок, которым я излагаю, это принятый порядок. И именно в таком порядке принято излагать эту тему, именно в порядке вначале нефе-широах, потом нишама. Потому что как бы во всех схемах цепочка, например, которая в Медраше ночью, значит, тело говорит с нефе-ш, нефе-ш передает роах, роах передает нишама, нишама передает роах, потом в обратную сторону роах, ле-нефе-ш, а потом телу. То есть порядок именно вот этот снизу вверх, нефе-широах, нишама, то этот порядок и принят в изложении. Но если говорить о удобстве темы, то вообще-то я предпочел бы начать с нефе-ш, а потом перейти к нишама, а роах оставить на конец. И вот почему. Относительно нишама, вот этой третьей части души, есть спор, причем этот спор очень старый. И он как бы, вот есть две книги Зогар, есть Зогар и Зогар Хадаш. Они издаются как бы одновременно, и скажем, вот в издании Сулам, сколько там тому, 25, да, Зогар комментированного, это самое. То Зогар Хадаш точно так же включен туда же и точно так же прокомментирован. Значит, но при этом это разные книги Зогара, Зогар Хадаш, хотя бы и в свое время там один из знакомых, которых много посвятил именно изучению Зогара, и он даже часть его переводил на русский, он сделал одно очень важное замечание для меня по поводу того, что он проанализировал некий отрывок Зогара и аккуратно продемонстрировал мне, что это отдельное произведение, причем он действовал не как принято в университетах текстуальной проверкой, а проверял он по идеям, вот может ли один человек излагать эти идеи и эти идеи, и аккуратно показал мне, что это разные идеи. То же самое, Зогар и Зогар Хадаш – это разные книги с разными идеями. И вот здесь иллюстрация как раз по вопросу, что такое Нашама. Значит, есть главная тема, которая связана с Нашама, это состоит в следующем. Спускается ли Нашама в наш мир, или она остается в верхних мирах? Зогар, Зогар, сам Гуха Зогар, считает, что Нашама, она спускается в наш мир, она дается человеку, и это высшая часть, как бы, ну, не самая высшая, но для практических нужд, когда мы не говорим о пророках, она высшая часть души, и она не спосылается, как бы, по Зогару, значит, причем она спускается всем, эта часть, и она властвует над телом, то есть это обязательная для всех часть. Зогар Хадаш, в отличие от Зогара, считает, что эта часть души спускается в наш мир, но не всем и не сразу точно. И, например, сейчас я дальше объясню, с чем это связано все. И, например, в ЭЦГХМ, значит, в разных, это самое, некоторые считают, что она спускается где-то лет в 13, ЭЦГХМ, значит, считает, ну, то есть ЭЦГХМ-Виттер, считает, что лет в 20, может быть, значит, но, соответственно, это с куда более важным некоторым обстоятельством, которые становятся ясными, когда вы поймете другую точку зрения. Вот не, когда дается душа, а вот является ли она частью земной души или нет. Гагра, тот самый основатель литовской школы еврейской, не знаю где-то те, которые, он считает, что Нешама – это, ну, если хотите, ангел человека свыше. Значит, она никогда в этот мир не спускается, она всегда остается в своем мире, и она просто является в некотором смысле путеводной звездой для человека. Значит, и благодаря ей человек, как бы, она руководствует путем человека. Значит, с вашего позволения я просто зачитываю этот отрывок, это его комментарий к книге ЕЦРА, значит, выглядит так. И Бенепеш, и Роах, они находятся в человеке. И основная жизнь человека, в смысле, то, что руководит именно жизненными оправлениями человека, это Роах. И именно он и есть личность человека, которая принимает, которая получает награду его сдаяния. И именно благодаря Нефеш и Роах человек чувствует, и все силы человеческие и чувства человеческие происходят через Роах. И когда Роах покидает человека, человек умирает, а душа, Нешама в данном случае, обратите внимание, она крайне скрытная и возвышенная. И это разум, который учит человека разумом. И это Мазлошель Адам Умлахо. И это Мазаль, это участь человека, да? Карма. Как это еще по-русски? Вообще, по-моему, ни одно слово русское не подходит. Судьба. О, судьба человека. И его ангел. И она находится в небесах. И только искры сияют от нее на человека, управляют человека и даруют ему разум. И небольшой человек из тех, кто наиболее удостоенных, приходит к ним из Олам-Брия. Ну, дальше идет это самое, это еще более высокие, это Хая и Ехеда, которые приходят из более высоких, это самое, чистые. Вот, в любом случае, как вы ни крутите, идея Рэб Хагра, Раби Ильяху из Вильны, она в данном случае весьма важна, потому что она как бы дает ключ к пониманию других авторов. Даже если они полностью расходятся с ним. Дело в том, что все согласны, ну, все согласны, это просто общее место во всех этих историях, что душа человека, она как бы высечена, ее корень, ее источник находится под кисэга кавод, под престолом славы. Если так, если она находится под престолом славы, корень души, то, соответственно, есть связь между человеком, есть связь между душой низшей, нефеш, и высшей, под престолом славы. Тем самым, когда мы говорим про вот эту высшую душу, мы как бы говорим про наличие связи с высшими мирами. И получается следующее, что с точки зрения Хагра, это еще, конечно, не престол славы, потому что престол славы – это более высокие части, но это туда, близко к более высоким мирам. Мир Ецера, если нужно более точно. То есть это нечто, находящееся в более высоком мире, и человек на самом деле, когда живет в этом мире, он руководствуется куда более простыми вещами. Он руководствуется тем, что называется нефешерох, если хотите, вот в эквивалентах, вот, скажем, с тех пор, как западный мир разобрет психологию, то кучу вещей принято объяснять на психологических материалах. И, например, когда пытаются перевести принятые термины на язык, понятный всем, то получается следующее, что как бы нефеш – это, скажем, двигатель физической жизни, роах – это чувствительная и чувствующая личность, нашама – это интеллектуальная личность, хая – это выше, чем рациональная, но, если хотите, надрациональная, надсознание, ну, а про эхида – это уже что-то совершенно запредельное становится. Замечу, то, что я сейчас вот сказал, это довольно хаббатское такое изложение, но оно очень, в данном случае, прозрачное. при этом не надо понимать все столь буквально, потому что понятно, что нефеш, как двигатель жизни, как бы то, что роднит человека с животным, но дело в том, что как бы хаббат, он старательно различает душу на божественную и животную, а мы этого здесь не делаем. Значит, тем не менее, роах – это личность, чувствительная, в смысле чувства, но это не только чувств, потому что на самом деле есть очень важная вторая сторона чувств человека, ведь, собственно, с помощью чувств человек руководит другим. И, если хотите, роах – это социальная личность. То есть, роах, когда мы говорим о проявлениях души в этом мире, это именно та самая социальная личность, и когда про Ягашуа говорится, Адам Шерох Бо, человек, которым дух, то дальше говорится, который может выводить, который, ажиевого яицо, который будет выходить и вводить на Исраиль. Но здесь надо просто понимать оборот, входить и выходить – это вести войска. То есть, человек высокодуховный не в том смысле, в каком вкладывают эзотерические учения, а человек сильного духа – это героическая личность, которая может провести за собой. то есть, вот это сила социального, сила именно социальная. Но я хочу обратить внимание, да, а Нешама тогда это именно интеллект, но интеллект уже не социальный, а созерцательный скорее. Я прекрасно понимаю, что когда, скажем, в наше время пытаются давать всевозможные уроки по не интеллектуальному развитию, а по чувственному развитию, то имею в виду именно эту сторону вопроса, что понятно, что человек сильно развитый чувствами наружу, а это есть, он социальная роль всех вещей, он успешный. При этом мозгов у него может быть по нулям, это совершенно, это разные качества, и обратите внимание, это разные свойства души. но это проявление, как бы, на уровне проявлений, но на уровне анатомии ученик Гагры Репхайм из Воложина, ну, я не знаю, насколько он ученик, но в любом случае он духовный преемник, и он был главой всего этого движения, и написал книжку, которая удивительным образом похожа на многие хасидские книги, и она в этом смысле, вот что изучать, скажем, да простят меня хабайники, что изучать Танью, что изучать на Хешахаим, и там, и там полно кабалы, кабалистических ссылок, то есть они удивительно смыкаются, и ее полезно читать просто для того, чтобы смотреть, как с противоположности, на самом деле оказывается из одного мира исходя. Так вот, когда он говорит про уровни души, он ссылается на историю с лестницей Якова. Вот, значит, у нее, как вы помните, сказано, один конец стоит на земле, а один конец на небесах, и по нему подымаются и пускаются ангелы, да, я напоминаю, как это выглядит на картинке. Ну, то есть там надо по-разному, картинку по-разному можно рисовать, потому что ну, эту лесенку, учите, мы-то обычно понимаем, когда мы слышим слово по сулам, то все евриты говорящие автоматически представляют себе стремянку, да, и ангелы подымаются и опускаются по этой лестнице как по стремянке или как по канатной лестнице, ну, коли она ведет в небеса, то у нас как бы там заклинено, что это веревочная, скажем, лестница, но дело в том, что, например, в Талмуде по этой лестнице рядами подымаются и опускаются несколько ангелов в ряд одновременно, то есть перед нами такая дворцовая лестница, то есть это не обязательно лестница вот именно вот такая стремяная, это дворцовая может быть лестница, но понятно совершенно, что Рейбхайм представляет именно вот стремянку, и это стремянка от нефеш, которая в человеке, к нишама, которая находится в высшем мире. И вот эта связь, которая вечная, и вот получается так, что нишама это, конечно же, часть интеллектуальная, но интеллектуальная в том смысле, что это путеводная некоторая нить, зависящая не от чувств и животных, надобности человека, а зависящая от более ну там, где человек вынужден обуздывать вот свои чувства и свои животные устремления чем-то более высоким идеалом. И в результате мы подходим к довольно важному моменту, который нефеш, хахаем активно и нефеш, хахаем и таги одновременно при этом умудряются педалировать эту тему. А именно я подозреваю, что они связаны с комментарием Орга Хаима, это самое Рабейну Хаима и Бенатара, значит, ну такой один из важнейших комментариев. и хасиды там были в восторге от этого комментария, в свое время он на них присылал грандиознейшие впечатления, впрочем, на всех, кто его читал тоже. Идея состоит в том, что есть противоречия внутри человека между его земными устремлениями, а собственно надо понимать некоторую важную вещь, что нефеш это эгоистическое желание жить. Это то, что привязывает человека к земле. Те, кто говорят, что человек от рождения наделен только нефеш и роах, след за Зохр Хадаш, например, они как бы считают, и это лурианская каббала, они считают, что человек от рождения вообще-то совершенно наделяется теми частыми эгоистическими желаниями жить. Это тяга к жизни. Тяга к жизни и вещь вполне себе животная, потому что любое животное, если чем-то и своей жизнью занимается, так это пытается выжить. дурно, И в этом нет ничего дурного. Беда начинается в другом, что Нашама, будучи, если она из высших миров пришла сюда, как это считает автор Хабот Халвабот, и находятся здесь ссылки, то она мечтает вернуться наверх, в свой родной дом. Если мы возьмем схему Хагра и Боложинского Рэбе, которая, мне честно, она очень нравится, что она там живет, и что на самом деле это как бы человек одновременно живет в двух мирах. Нэфеш внизу, Нишама на небесах, но они находятся в некоторой связи постоянной, постоянной. Нэфеш не замечает эту связь, и собственно говоря, она может спокойно прожить без того, что Хагра называет Нишама Мазло в Малахош Алядам, судьба и ангел человека. Кстати, я обращаю внимание на единство у Рэбхайм понятия судьба, судьба не столь не в смысле кисмет, то, от чего избавиться нельзя. То есть, что начертан, то и будет. У евреев, по-моему, никого нет, кто разделяет такую точку зрения. а судьба в смысле вот как человек ведет себя по жизни. Но она оттуда подает знаки, которые внизу Нефеш может не понять. Так вот, Роах в этой схеме, когда мы говорим не о проливлениях, ему в этом мире, то Роах как раз это то самое, что связывает две части души, земную и небесную. И именно вот в силу этого, а именно что Роах как бы промежуточная вещь. Я хочу обратить внимание, что даже когда мы переводим проявление понятий Нефеш Роах и Нешама на язык психологии, то у нас Роах всегда оказывается именно посредником в социальном смысле, например, он оказывается потому, что чувства это то, что для других или то, что от других. Это реакция на поведение окружающих или моя реакция для окружающих. такие вот в два направления. И то же самое. Роах, в этом смысле Роах надо, конечно же, рассказывать последним, ровно потому, что как бы вот это двойное построение души сверху и снизу, опять, если не опускаться на подробности, как выглядит вся цепочка, которая скрепляет части, цепочка от престола славочки к человеку, то, собственно говоря, Роах это та самая цепочка, которая соединяет все вот это. вот теперь, именно теперь становятся понятны некоторые идеи, которые связаны с тем, которые постоянно возвращаются практически все авторы, которые говорят о душе. И, например, Рамбан, Раби Мушебен Нахман, он комментирует высказывание Талмуда в трактате Шаббат, там, где говорится по поводу того, что 12 месяцев пока тело лежит в могиле от дня погребения до конца до пока тело не разложится, обычно на этот год отводится, значит, то в это время А когда тело кончает и разлагается полностью То есть, пока тело не разложилось, обратите внимание на то, что важно для нас, что именно она поднимается и опускается, а когда тело разлагается, она поднимается и больше не опускается. То есть, вообще, как это место понимать, опять, можно много чего сказать про это место. Оно же ну, давайте так скажем, это же Талмуд, это конспекты чьи-то. И как бы тот, кто записывает конспект отлично знает, что то, что он и так запомнит, он запомнит. По этому поводу он просто может записать заголовок, а все остальное он знает сам. Он уже, он помнит по тому, что было сказано. Поэтому в результате, регулярно имея вот такие замечательные заголовки, мы не знаем содержание того, что сказано. и здесь есть несколько вариантов, но по этому поводу Рави Мушебен Нахман на Рамбан пишет, что Нешама, Анефеш, вот эта нищая часть души, привязанная к телу, оно как бы остается при могиле. Все эти 12 месяцев, на самом деле 11, традиционно принято считать не 12, а 11, она находится при могиле, а теперь тогда поведение Нешама становится странным. Она то поднимается, то опускается. Она не всегда здесь находится, а она как бы пребывает в путешествиях между двумя мирами. тогда, естественно, возникает вопрос, что бы это значило. Потому что, собственно говоря, практически все авторы согласны с тем, что именно Нешама та самая вечная часть души. Если мы разделяем. Вечная часть души, та, которая после смерти вернется к Богу, и если там нефиш может, ну, по большинству авторов, обычно через некоторое время покидает этот мир окончательно. Итог с оговорками. Нешама уходит в верхний мир. Вот что происходит с рук, здесь интересно, потому что теперь вот эта связь между нафишом и нафишом становится ненужной. На самом деле все немножко сложнее, но основное выглядит именно так. Рамбан говорит, что как бы так как вот Нешама это высшая часть души, та часть, которая связывает с высшими мирами и связывает с Богом, то она объединяется с нефиш пока та пребывает возле могилы в тех случаях, когда нефиш каким-то образом связывается с высшими мирами. То есть вот это действительно любопытный момент, что получается по Рамбану картинка довольно интересная, что как бы нефиш на земле, Нешама ведет мерцательное состояние, то есть она то здесь, то не здесь. И при этом по Рамбану чем больше человек занимался небесными делами на земле, тем чаще Нешама его посещает здесь, потому что как бы нефиш, она же участвует во всем. Вот если вы читаете Гагра вот по поводу того, что Нешама это огонь свыше, это маяк, который ведет человека, то в тех случаях, когда но это означает, что есть моменты, когда низшая вот эта часть души, которая нефиш, контактирует с высшей, а есть, когда этот контакт утеряется, например, нефиш просто это не то, что Нешама засыпает, ничего подобного. Это утеря связи. Вот как бы вот здесь начинается ключевая тема, почему Рох, а Рох надо говорить именно здесь, а не раньше. Так как посредником между нефиш и Нешама является Рох, то в тот момент, когда Рох направлен на внешние социальные связи человека на земные дела, он как бы занят земными делами, а не небесными, и на это время связь Нешама теряется. А вот когда человек занимается священными делами, то это на самом деле знак и для Нешама, и от Нешама Кнефиш, и они соединяются посредством Роха. Но тогда, собственно говоря, это тот самый ключ о необходимости Тары и Митцвод, и почему иудаизм, он вот такой, который пытается, ну вот, с точки зрения всех каббалистов, и пытается отстроить жизнь человека так, что как бы любое его действие было во славу небес. Потому что если ну вот любимое место, где Рэбе идет выполнить митву Всевышнего, а именно он идет в баню, потому что заповедано свыше позаботится о теле, то даже, а хотя ходить в баню это просто удовольствие там, то вопрос выглядит, разница выглядит следующим образом, что Рэбе, когда идет в баню, у него сохраняется связь с высшим миром, с его, обратите внимание, когда мы говорим про высший мир, это не эзотерические и высший мир, а это его нишама, его же душа, то есть как бы его руах, более того, например, участие в сейдот митцва, это агресса митцва, это большая большая заповедь, почему? Потому что с одной стороны ваша нефиш получает удовольствие от еды, потому что она нефиш, она не может не получать удовольствие от еды, а если она не получает удовольствие от еды, ну, я не говорю про случаи, когда человек обожрался, ему уже плохо, а когда у него душа отворачивается от еды, то, что называется, то это плохие признаки, это означает, что начинает терять связь с телом, ничего хорошего это не сулит, ну, в смысле, для земной жизни ничего хорошего, это не сулит, но в данном случае у вас человек получает вот задействован как бы и нефиш рог, потому что солдат, митцва, это социальные связи, и как бы когда вы просто устраиваете пьянку друзей симпозиум, пьянствуете и рассказываете скабрезные анекдоты, ну, мужская такая вечеринка, или сплетничаете, впрочем, мужчины сплетничают не хуже, чем женщины, значит, то как бы у вас и нефиш рог занят в данном случае. Но солдат митцва, если это митцва, то к этой истории можно подключиться нашама. Именно потому, что выясняется, что главное, и это самая сложная тема во всей, самая важная, сложная в жизни и самая важная в жизни, это запрячь руах так, чтобы он одновременно работал в две стороны, и в сторону к нашему миру, к социальной жизни в нашем мире, и в сторону к социальной жизни с небесным миром, то есть в сторону к связи с нашама. И неслучайно так много проповедей на тему связи слова митцва, заповедь, и слово цват. цват, это цват, на самом деле, проще в современном иврите, но это арамейское слово вообще-то. Это бетцавта, это вместе на арамейском языке, значит, цват это коллектив, команда. потому что митцва собирает как бы все части души в единый комплект. И собственно говоря, функция, о которой говорится во всех этих историях, это вот такой комплект, который составляет человек из чтобы они жили в комплекте. И вот здесь начинается некоторая тема, которую я ну давайте так, некоторая тема, которая действительно важна для всех. вопрос действительно ключевой. Собственно говоря, когда мы говорим о бессмертии Нешама, когда мы говорим о том, что душа, которая Нешама бессмертна, то вообще она либо приходит нам из высших миров, либо она находится в лучших мирах. И здесь начинается та самая проблема бессмертия, которую регулярно просто забывают сказать и просто не замечают. Проблема в том, что такое личность. Все-таки человек, когда говорит о бессмертии, подразумевает бессмертность своей личности. А наша личность, в общем, она для нас это воспоминание, это куча привычек, причем привычек совершенно земных. И как бы разделить свою личность со своими земными делами, ну, наверное, пророки умеют. Вопрос всегда, вот это бессмертная личности, которая находится выше. Какая часть моей земной личности, то, как я понимаю слово личность, я, как земной человек, в данном случае хочу говорить, какая часть достанется. И выясняется, вот, то, что я сейчас излагаю, как раз это и отвечает на этот вопрос. хочу рассказать одну притчу, она довольно известная, история выглядит так. Жил-был совершенно неграмотный балагула, извозчик, который нарушал-то, в общем, практически все, но, в общем, жил себе, ну, такой, жизнесравнимый в интеллектуальной части жизни его лошади. Ну, я не знаю, я думаю, что вы видели таких людей, не то, что они плохие люди, они хорошие люди, кстати, чаще всего, но, как бы, они, кстати, не глупые регулярно бывают, но, как бы, вот, вот он и лошадь, ну, вот, ну, я не пытаюсь оскорбить, вот, в данном случае, я не пытаюсь сказать что-то плохое, потому что, ну, любой человек там очень хорошо относится к лошадям, ну, в смысле, ну, по крайней мере, кто их не боится. Это милое животное, которое ласкается, с которым можно войти в духовный, даже в социальный контакт. То же самое, вот такой вот человек же, вот, если кто-то думает, я пытаюсь сказать что-то про него плохое, то ошибается, я не пытаюсь сказать ничего плохого в данном случае. и как-то он вез девушку на его экипаж, телегу, экипаж, балагула, это обычно низкого уровня извозчик, напали там разбойники, и он, значит, их размотал, спас девушку, и, значит, когда пришло время мишмато эден, когда пришло время ему попасть в рай, то там обсуждалось и, говорит, вроде бы, что ему тут делать, с другой стороны, у него явная великая заслуга, он спас девушку от изнасилования, или там еще хуже чего-нибудь, по этому поводу ему рай положен, и по этому поводу ему выделили в раю специальное место, где, значит, он мог ходить со своим любимым кнутиком, посвистывать и кнутиком пощелкивать, и был совершенно счастлив. К чему я рассказываю? Ее здесь. Такие притчи сочиняют не простые люди, и понятно, что эта иллюстрация некоторой важной идеей была, ну и там, где я это читал, она была в рамках весьма нетривиального текста, значит, но идея состоит в том, что, собственно говоря, вот в тот момент, когда этот человек выполнил, выполнял, ну, скажем так, заповедь спасения ближних, даже с некоторым риском, с риском для жизни, в это время вот было то самое единство комплект, полный комплект души. Вот этот полный комплект, вот та самая личность, которая есть, а именно извозчик, который посвистывает и к нотикам пощелкивает, этим вполне счастлив, вот это часть личности его и сохранит. вот потому, что на самом деле это довольно важно. Есть обратная связь, как бы ни была высока нишама, но в тот момент, когда она вступает в связь с снэпэш и руха, через руха это происходит, то в этот момент она тоже приобретает. вот это приобретение для нишама и есть, ну, скажем, давайте так, если мы говорим про, на мой вкус, одного из самых еврейских еврейских мыслителей, извините, это тавтология, но самый еврейский а именно Рава Саади и Гаона, то он считает, что каждая душа, которая появляется в этом мире, она как бы создается в момент, когда человек ее получает. Она не существовала до того, каждая душа, это не каббалистическая концепция, но она вот здесь такая, каждая душа, она как бы создается здесь и через связь на фишеруах вот эта Нешама она проходит некоторый, ну давайте слово тикун скажем. И собственно говоря, по Раву Саади наш мир это такая фабрика Нешамот, которая значит в этот мир выпускается заготовка Нешама, а в конце, после жизни получается готовый продукт вот этот продукт небесная АТК и проверяет, для тех, кто не знает, АТК это отдел технического качества в Советском Союзе так назывался, нет, технического контроля, извините, я говорил, отдел технического контроля, который должен был проверять все, что выходит в заводе, Паршивы проверяли, значит, так вот такой вот небесный, вот так суд это такой отдел технического контроля, то получилось на выходе или не то получилось на выходе, вот это позиция Рава Саади, которая не может не покорять своей ясности, как минимум. Но вот еще раз выясняется следующее, что вообще-то центр человека, вечный центр, это та самая Нишама, которая предстоит в грядущем после окончания жизни жить не в нашем мире, который вроде бы вообще не кусок нашего мира, но благодаря нефешеруах она приобретает некоторый опыт и некоторое аналогию с тем, что некоторый опыт и некоторые низменные, скажем так, воспоминания. которые на нее же и влияют. И они низменные в том смысле, в каком дольные. дольные. Ну да. Теперь, это когда мы говорим про… Я хочу заметить, то, что я сейчас говорю, это, я даже не знаю, как обозначить, это как бы магистральная некоторая вещь не у каббалистов лурианской школы, скажем. Потому что в каббале, вот то, что я сейчас изложил о связи трех частей души, в каббале все немножечко по-другому, потому что именно в каббале появляется некоторая идея, которая называется гелькульный шамот – переселение души. Но, вот это, я как-то любовался вот такой толщины томов, где автор приводил поговорки разных народов и при этом поговорки, мудрые мысли разных народов. И при этом говорил, что то же самое говорил, там другой народ какой-нибудь приводил. При этом автор напрочь не понимал, что одна и та же фраза, сказанная, скажем, индусам и немцам, имеет совершенно разное содержание, совершенно разный смысл. И что наши слова совершенно по-разному понимаются. И в результате он удивительная каша в голове получается от чтения таких книг. Но в данном случае, когда вы слышите переселение душ по каббалистам, то сразу забудьте варианты восточные, я имею в виду те, которые переписываются всевозможными буддийским школам. Путешествуют по колесу сансары, там личность через 40 дней возвращается в каком-нибудь виде. Ну, я сейчас длинные разговоры, кстати, ну и буддизм я знаю весьма паршивым, кстати, сразу скажу. Паршивым, скажем, не знаю, только слышу. Но в данном случае забудьте, потому что это рядом все не лежало. Дело в том, что по каббалистам лурианской школы, те, которые говорят про Гильгулейн и Шамот, они говорят совершенно про другое. И в первую очередь сразу скажу, что вот представьте себе самый простой вариант. Вот тот самый вариант, вложенный по Хагре. Душа продолжает жить в высших мирах каждого человека, а связана через рог Снепеш, который живет в низшем мире. Значит, по этому поводу даже душа через другой рог может без особых проблем войти в контакт с другим человеком. Значит, и в результате как бы у нас вот это становится совсем любопытно, потому что в результате вот типа Гильгульна Шамопа Хагре оказывается совершенно не переселением душ, потому что даже рядом не лежал, потому что рождается человек с другой Непеш и с другим рог, но этот рог устанавливает контакт с Непешама, которая уже имела такой опыт прежний. Вы можете назвать, что это переселение душ, конечно же, но ничего общего с буддийскими рассказами это не будет иметь, потому что как бы Непеш и Руах продолжают, это другой человек, с другими устремлениями в жизни, с другим способом цепления за жизнь, с другими социальными привычками, но опыт его, я в данный момент Гильгульна Шама по Гагре рассказываю, но опыт его по новому рогу связан с Нешама, которая уже имела контакт с Землей. И вот это не лурианская схема, но у Гагры она действительно очень как бы последовательна. Тогда вы понимаете еще некоторую вещь, что регулярно в рассказах каббалистов, лурианских особенно каббалистов, вы встречаете упоминание, что такое-то и такое-то, это Нешама такого-то и такого-то. И регулярно в цифер Халамот Эцгахаим Рабихаима Виталя упоминается регулярно, что там Араф такой-то – это душа, скажем, Калава Бен-Ефуми. А поэтому там куча выводов. Понятно, почему поэтому? Потому что если это Нешама, именно Нешама, то это Мазло и Малахо. То есть его, это даже не судьба, это компас судьбы. Его ведет то же направление по жизни, что и Калава. И в результате его, как бы, личность во многом совпадает одна с тем, что был Калав, с тем, чем по жизни был Калав Бен-Ефуми. И вот такое, такой Гильгуль-Нешамот вы можете обсуждать. Но я хочу сразу сказать, что земная Нешама, которая бремит терминологией Хаббада, она в другое тело переселиться может только в форме Дебука или Беса. А в форме Гильгуль-Нешамоток такого не бывает. А так как Нешама, это опыт Нешама, это детские воспоминания, это от рождения до 13 лет, основное, где все происходит, то личность будет другая. То есть, вот что я пытаюсь сказать в этом случае, что даже если вы говорите по-еврейски Гильгуль-Нешамот, то помните, что Гильгуль-Нешамот в данном случае Нешама надо понимать буквально. Не просто душа, а именно та самая верхняя часть души. Опять, я не рассказываю в данном случае лурианские всякие рассказы, но поверьте, в лурианских схемах Гильгуль-Нешамот не происходит, душа не совершает Гильгуль-Нешамот в полной сборке. Как правило, в большинстве случаев девять нижних частей души, их там девять будет, потому что я не рассказываю, вот эту схему я не рассказываю, простите, и вообще не хочу рассказывать. Они как бы совершают Гильгуль-Нешамот в полной сборке в мире грядущей будет первая жизнь для этой части души. Вот, по этому поводу там все чуть-чуть по-другому, но Гагровская схема Гильгуль-Нешамот, она действительно удивительно логична и действительно довольно много чего объясняет и говорит. И она очень такая еврейская при этом. Вот. Наверное, это то, что я сегодня хотел рассказать. Если есть вопросы, я могу попробовать ответить какие-нибудь короткие. Афмейр, можно? Да, добрый вечер. Витяк, добрый вечер. Немножко провокационный вопрос. Как вы относитесь к концепции хаббатской о двух душах? Нешама бея митвы, нешама я луит. То есть, я имею в виду, что... Я знаю, о чем они говорят. Да, Рэга, я... Меня более волнует тут, где собака зарыта. То есть, речь идет только о душе еврея. Окей, и то, что вы сейчас до сих пор говорили, это касается всех Нешамот, то есть, не касательно души еврея. Вы разделяете эту точку зрения или нет? Вот, смотрите. Я сейчас пытаюсь формулировать то, что они хотят сказать. Вот, есть вещи, которые просто... Проблема терминологии становится. Значит... Танадвей или ягу, да? Амар или ягу. Мэйтани... Нет. Мэйтани ваалай шамая ваарат. Свидетельствую я. И обо мне небо и земля. Бэн Исраэль бэн гой. Как евреи, так и гой. Бэн иш, бэн иша. Как мужчина, так и женщина. Бэн эвит, бэн шифха. Как раб, так и рабыня. Гаколь лэфи мааса. Шэль адам. Руаха кодэш шурэ алах. Все согласно деятельности человека. Руаха кодэш. Дух святой. Шурэ алах. Не спускается на него. И так рабе Мэйр говорил. Откуда, что даже гой, занимающий торой, подобен коэн-гадоле, как сказано, ну и так далее. Ашарья сэда. То есть получается следующая картинка, что, все-таки, давайте договоримся, что пророчество к человеку приходит все-таки через душу, а не, значит, мы просто влезаем в тонкую тему о пророчестве, насколько оно материально, но, скажем, либо оно идет непосредственно через душу, если мы говорим про Рамбома, либо он идет через способность души, которая тоже не спосылается свыше. То есть, ну, понятно, да? Либо, ну, грубо говоря, либо по проводам с небес, либо не спосылается некоторый с небес талант, а дальше работает от батарейки, которая в человеке, вот дополнительная батарейка, которая позволяет нам получить пророчество. Но в любом случае, это качество души пророчества, как качество души, очевидно всем. И очевидно всем, что пророчество без Нешама, без участия вот этой высшей Нешама, это просто несерьезно. Раф, можно я немножко уточню тогда вопрос? Я спросил именно, я понял, что вы не развивляете эту концепцию, но как вы относитесь, что еврею дается две души, а не одна? Как вы к этому относитесь? Смотрите, это надо очень внимательно разбираться, потому что обычно тот, кто начинает такие вещи говорить, обычно, если вы начнете копать, то выясняется следующее, что идея о том, что у человека есть две души, животное и высшее, нет, я уточню. У животное и божественное. Не у каждого человека, речь идет не очень. У каждого человека. Окей, но это не хаббатский подход. У каждого человека, она идет, эта идея идет, например, от Рамбома, и она есть в Хамеша Праки. Она идет от философии, и имеется в виду некоторое, и не только, она на самом деле в первой еврейской книжке по философии, это Раби Ицкака Исраэли. Она уже там есть. Что как бы есть животная душа, растительная душа, извините, низшая растительная, потом животная, потом говорящая, то есть человеческая, мыслящая она же. Вот появление вот этой идеи о том, что как бы три души, она Рамбом вот с ней борется всеми доступными способами, говорит, что это чушь немеренная, и что душа одна. В том смысле, что это просто качество одной души, но он не говорит сейчас, он говорит про связь сверха и с высшим миром, через душу, но она по-другому построена. Но в основном концепция выглядит так, что душа в Геймит, и душа говорящая, это одна душа. Просто часть одной души. В результате появляется, в результате некоторого странного чтения всех этих текстов, появляется идея о том, что как бы есть люди, наделенные только животной душой, в том смысле, что они существа, я в прошлый раз говорил, что, ну, как бы, с точки зрения Зогара, да, впрочем, всех еврейских авторов, душой наделены все предметы в мире, включая камни. Просто вопрос, в какой части это проявляется. Душа – это то, что связывает предмет с Богом. А так как любой предмет, связан в нашем мире с Богом, непосредственно, да, он его сотворил, и он, вот это важный момент, и он поддерживает его существование непрерывно. Вот этот ангел, который поддерживает существование этого камня, в некотором смысле, душа вот этого камня. По этому поводу, когда мы говорим про Гоя и про еврея, то, как бы, душа есть у каждого. В том смысле, в каком, что любой существующий человек, у него есть душа. Вопрос же ставится только о связи этой души с высшим миром. И вот теперь начинается главная проблема. Когда Хабадник говорит про душа в Геймит, если он глупый, то он говорит про то, что Гоя – это животное, а если он умный, он отлично знает, о чем говорит. Он говорит про следующую вещь. Где высший конец этой души? В какой части небесного мира, структуре небесного мира, находится эта душа сверху? Внимание, мы не говорим про Непаширох, мы говорим, где находится эта самая Нешама. И если, я хочу обратить внимание, что, когда я говорил, что все души под Кисе Гакавод, то полная цитата «Коль Нешамод Исраэль» «Тахат Кисе Гакавод». Это точная цитата. Я просто политически корректно обычно пропускаю эту цитату. Вот я поэтому и спросил. Я совершенно не собираюсь нарушать современную практику политической корректности. Вот. «Коль Нешамод Исраэль» «Тахат Кисе Гакавод». Вопрос, где находится Нешамод Гаин. Вот это вопрос. И поэтому когда вам говорит, что у воев есть только Нешамод Исраэль «Беремит», то всегда вопрос, что они имеют в виду, что ее второй конец. А у Хабада, это важный момент, мы же про Хабад говорим, у них связь Бога с нашим миром непрерывная. Абсолютно непрерывная. Она не прерывается ни на один момент. И эта связь касается не только души, эта связь касается всего. А как бы божественность пронизывает наш мир. классика хабадская классика. Да, я не пытаюсь ничего плохого сказать про хабадников, я довольно много их читал и слушал, поэтому вполне там с уважением отношусь. Но это связь постоянная. Вопрос, где находится вот эта вторая часть. Ответ есть, конечно, ответ. просто сказать, так, не подвинуть нас на некоторые ошибочные представления. Потому что у мира есть лицевая сторона и изнанка, как все знают. На иврите изнанка это ситра охра, ситра ахера. по-моему, так положено иврите говорить, но как привык, так и произношу. Другая страха. А? Ситра ахра. Ситра ахра. Ну, у меня преподаватели говорили на том произношении ситра охра. Значит, то есть изнанка. соответственно, как бы гои, эта душа выходит на ту самую изнанку мира. Эта изнанка мира существует, извините, не в нашем мире. Эта изнанка мира тоже существует в небесных структурах. Более того, они вообще-то вполне дублирующие друг друга, эти структуры. В смысле, лицевая сторона и изнаночная сторона. При этом, эта изнаночная сторона мира не является ра, не является плохо, в смысле, не является инфернальным злом и не является антологическим злом, с вашего позволения. Вот такие слова ничего, что если я буду произносить, не является абсолютным злом. Это не мир сатаны. Это не мир сатаны. Просто потому, что еврейский сатана этими делами не занимается, он занимается другими делами, он небесный прокурор, почему ему там такими. Но это не мир сатаны, как его представляют христиане, скажем, или я не знаю, как его представляют христиане. Это совершенно другое. Во главе этого мира находится ангел, безусловно высокопоставленный, которого по имени произносить не принято, но это самых мем для тех, кто знает, о ком я говорю. И в высшие миры, да, эти миры между собой вообще-то контактируют. Более того, один мир без другого как бы не может существовать, в смысле в нашем мире они контактируют в непрерывных отношениях находятся, взаимодополняющих. Когда мы говорим про душу Гоев, то вот их корни души уходят вот туда, налево. понятно, что есть возможность рог, человек, это та еще штука, и она может даже имея нащама слева забрести направо. Вот так вас устроит такая формулировка. Вы имеете в виду душу Гера? Ну, душа Гера просто как бы перестраивается из одной части в другое. Я говорю про пророков со стороны Гоев. Это очень важный пример. Поймите, я когда такие вещи начинаю говорить в рамках этой темы просто по некоторому ассоциативному устройству сознания. Ведь когда я говорю о пророчестве у Гоев, то я имею в виду я имею в виду их возможность подключиться к нишама, которая справа, которая под престолом славы. Вспомните, самый крупный пророк признанный, самый крупный пророк мира, который является левой стороной Моше, это Белам, это зеркальное отражение Моше. То есть он не животное, вот про Белама можно много чего сказать в этой истории, да, но прочтите внимание на историю Белама. Он нехороший человек, это ясно по тексту, но что это умный человек и высокий человек, там, по мне так это очевидно. То есть, когда мы говорим про то, что душа и локита джиша беймит, просто когда они говорят про беймит, они говорят про не желая сказать, что это душа изнанки, они просто занимают другим термином это место. но это не говорит о низости души, это говорит чуть-чуть о других особенностях, они просто про другое говорят. И в это время у евреи на самом деле есть преимущество, как раз митцвод, который есть, который позволяет подключиться через рог к источнику, у боев практически нет возможностей, они есть, но их немного. Вот это подключение наверх для них намного сложнее устроено. Это пути весьма нетривиальные, которые евреям эти пути в большинстве случаев не нужны, у них есть более простые пути для этих целей. И собственно говоря, если вы будете читать внимательно, вы увидите, там эта мысль проведена довольно активно. Но вот так устроят, я пытаюсь просто рассказать сложнее. Спасибо и я извиняюсь за немножко такой провокационный вопрос. Я сам в такой же ситуации пытался ответить. Спасибо. Ну да. Можно продолжение спросить? Я читал Луцата, я не все так понял. Там глава Дорога пол, где глава Израиля и нации. Вы что имеете ввиду Луцата? Он писуч был Дер-Хашем? Дер-Хашем. Да. И там как бы он поразил, что душа Гоя может подняться на уровне еврейской души. Как прокомментировать? Ну то же самое. Если душа Гоя, у нее источник слева, а не подкис как вот, то более того, я хочу напомнить вам одну вещь. Вы Кузере читали? Кузере нет еще. Найдите только ее можно скачать по-моему в интернете. Найдите только Если можно, если можно, я добавлю. Естественно, Кузере должен прочитать каждый. Я хочу предупредить одну вещь. Кузере существует в двух русских переводах. Берите старый перевод. Там есть ошибки, там есть непонимание, но он изложен не очень человеческим языком. А вы читали переводы книжников, который вышел года два назад? Если честно, я очень обиделся, что не мне достался этот перевод. Пардон, я не знал, я прочитал, я не знаю, могу сказать, что это на уровне, мне так кажется. Это уровень, да, но дело в том, что я люблю рассказывать просто и переводить просто. Беда в том, когда вы переводите философские книги со своей терминологией, и, скажем, можно перевести Рамбама Муренову Химпросту, но это будет ложная простота, она будет простой только по языку, но эта книга сложная, и тот, кто читал перевод Шнейдера, безукоризненный перевод, кстати, от меня замечу, вот, там, можно спорить, но на безукоризненность эта спора не влияет, ты так видишь, я так вижу, да, но это одно другому, вот, мне нравится перевод Липш, честно говоря, именно вот, простотой, Липш, это старый перевод, который был издан в издании, Алия, по-моему, был издан, честно. Еще раз, можете сказать, Липш? Липш. А, Можете ссылочку послать, вон, что вы знаете. А какую ссылочку, она у меня была когда-то скачана в компьютер. А, я понял. А где сейчас ее в интернете, можно ли ее найти, я не знаю. Я понял. Значит, это издание, можете еще пару раз сказать. Издание Шамир, то, которое у меня, это издание Шамир. Я вспомнил, Липш, это Голда Липш, она переводила еще Танью, не читайте, а вот Кузари ее читаете. Она очень, во-первых, для меня это любимая книжка моего иудаизма, первая моя серьезная книга еврейская, собственно, вот эта, именно Кузари. Поэтому, может быть, это детское воспоминание и счастье, когда я ее читал. Но я хочу заметить одну вещь. В книге Кузари в самом начале, когда Хавер говорит с царем в конце первой книги, ну, там, сколько там, пять, да, значит, в конце первой книги, где сюжетная линия рассказана, потому что остальные части это уже Хавер рассказывает Хазарскому царю, отвечает на вопросы. А сюжетная канва, она в первой книге, в первой части. То в конце он говорит, что «ну, коли так, когда Хазарский царь Кузари произносит, коли так, то тогда как бы гои не могут стать, как вы». На что Хавер, а это сам Ягудах и Леви, понятно, говорит, ты прав, но ваши дети могут. Пройдите внимание. это сурово, но не считаться с Ягудой Галеви я не могу просто, но я так устроен, что то, что говорит Ягуда Галеви, для меня очень важно. И он, собственно, в высокой степени определяет мое мышление. И, скажем, почитайте начало четвертой книги его рассуждения об именах Всевышнего. Для меня это истина в последней инстанции подкрепленная очень хорошим после этого изучением темы с грамматикой и университетскими курсами и что он кругом прав там, где он пишет это. Я даже могу усилить его рассуждение. Но вот эта разница, она для Ягуды Галеви очевидна. Что вот эта переброска, она, возможно, но это большая река. На самом деле ты можешь стать частью народа. Скорее всего, будет связь с Нашама. Но вопрос, с каких уровней. Потому что, тот факт, что я не обсуждаю иланган и шамот дерево душ, потому что у Рэбхайма Виталя души, они как бы некоторые корневые, подвешены подвешены под корень. Но я напоминаю, что первоначально то, что под Тахатки Сэга Кабот, это Нашмат Адам Гришон, которое потом начинает разветвляться. Ну, вот у Рэбхайма это так. По этому поводу вопрос всегда, на каком уровне к этому древу подключена душа каждого конкретного человека. И как бы когда мы говорим про души Гоев слева, то как бы вот это дерево, оно как бы имеет в начале в начальной своей части мощное разделение на два на два ствола, которые отходят от этого корня. И переброска это возможно, но вопрос к какому уровню этого древа будет подключение происходит. Понятно, да? Ну, вот так. Спасибо. Очень понятно. Голда лифт. Хорошо, спасибо. Господа и дамы, я предлагаю закруглиться. Дико извиняюсь. Маленький вопросик. Натан, извини. Он беды закурил уже от вас. Натан. Нет, не первый раз в жизни не за вас я стал курящим, это честно. Сейчас лектор пить начнет. Мэйр, маленький вопросик. Вау, у Мэра не бывает маленьких ответов в кабину. Бывает, вот сейчас увидишь, бывает. Мэйр, как называется точно книга об именах Всевышнего? то есть, вы упомянули только что. Четвертая глава книги Кузарей Иуды Галевима. А, это Кузари, окей. Это Кузари, четвертая глава. Спасибо. Спасибо. Тема, если вам интересно, если вы читаете на иврит, возьмите Абербанеля, его комментарии к первому стиху, а он писуч, он многословен крайне. Он там сводит несколько позиций про имена Хашема. Мне он кажется, он неправильно, я не всюду с ним согласен с его пониманием других авторов. То есть, я не могу спорить с ним, но с его пониманием других авторов тут можно спорить на самом деле. Но посмотрите у него, у него, значит, за 10 вопросами, он же, знаете, как строится про банальный комментарий, он сначала задает очень длинные вопросы, да, а потом в конце длинных вопросов он начинает давать на них последовательные ответы. И еще раз, очень длинный пишет. Дойдете до имени, значит, ответ на второй вопрос, значит, первый у него что такое Баришит, второй ответ на вопрос что такое Бара, а третий что такое Лукин. Вот эту главу, вот эту часть. Попробуйте прочесть. Учитесь, что то, что он пишет про Ибнезру, я не уверен в том, что он правильно понимает Ибнезру. Окей? Мейер, спасибо, я воздержусь пока сочиня Моботманеля. он там много говорит про имена Всевышнего. Это, кстати, комментарии. Он хорошо сводит серию подходов просто, он сводит их рядом. Чем это удобно читать, почему я к нему отсылаю. Вы сказали комментарии, комментарии к чему? Вы сказали комментарии. Кто-то выставил ссылку, где взять это самое, Андрей. Андрей, вот выставил ссылку, где взять перевод Голда Липш. Вы сказали комментарии, комментарии Спасибо, Андрей, я уже взял. Ну что, я опять своим призывом Комментарий к Торе, к Хумашу Не к пророкам, а к Хумашу Я говорю про Барбонарик Хумаш Спасибо Спасибо большое Так, мы Мейра отпускаем, нет? Хорошо Все, Мейр, спасибо огромное Народ будет обдумывать Засылку, я думаю, все, кто хотел, взяли Кто успел, тот смел Нет, ну вот чат стоит Вот в чате возьмите Да, уже взяли, я взял Ну все, замечательно Окей, ну тогда Засим заканчиваем Засим